11.03 в Москве. Доброе утро, друзья. Это 3 декабря 2019 года. Программа «Рунет сегодня». Говорим о том, что случилось интересного, важного, занимательного в области цифрового пространства, интернета, социальных сетей и так далее. Значит, мы звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Также на финам.фм можно скачать подкаст «Рунет сегодня» в любое время, когда и если вы пропустили прямой эфир, в котором мы находимся сейчас с моими гостями. Меня зовут Максим Спиридонов. Гости этого выпуска Виталий Быков, гендиректор креативного агентства «Рэдкэтс». Виталий, приветствую. Привет. Похоже, у нас не совсем работает. Привет. Ага, да. Значит, видимо, лучше тебе сменить наушники, и тогда будешь звучать должным образом. Значит, и также Виктор Захарченко, директор департамента разработки компании «Кама Геймс». Витя, здравствуй. Всем доброе утро. Значит, коллеги, как обычно для вас, находящихся в студии, так и для наших слушателей вне ее пределов, расскажу о том, какие главные события мы вынесли в эту программу. Напомню, что три события мы выделяем как наиболее интересные для нас, для подробного обсуждения. Остальные обсуждаем в экспресс-режиме. Не значит, что другие менее интересные, просто какие-то нужно выделить. Вот мы выделили три. Эти три события следующие. Заявление топ-менеджера Google о том, что Facebook является соцсети у прошлого. Ну вот об этом подробно поговорим. Является, не является, с вашей точки зрения, как у них строятся взаимоотношения у Facebook и Google+, разумеется, потому что не случайно заявление этого менеджера прозвучало. Следующая новость. Юрий Миллер вместе с партнерами основал новый венчурный фонд. Ну а также то, что происходит сейчас на рынке вечерного инвестирования, какие заметные тренды, о чем говорят. Также новость о том, что Роскомнадзор признал, что не справляется с введением черного списка сайтов. Предложил Раек помочь государству в этом вопросе. Мы об этом также поговорим. Это главное, о чем пойдет разговор сегодня, но сейчас экспресс-обсуждение. Рунет сегодня. Итак, первая новость. По слухам, Mail.ru откажется от поиска Google. Ну или, точнее, портал Mail.ru, где, собственно, этот поиск Google находится. Довольно давно, кстати говоря, чередуясь с поиском Яндекса. В феврале заканчивается контракт между компаниями и, по информации газеты «Известия», российская компания не планирует его продлевать. Витя, ты как прокомментируешь это событие? Слушайте, я вот увлекаюсь футболом, и мне кажется, ситуация очень похожа. Как только хотят кому-нибудь продать очень выгодно, начинают рассказывать, что игроком интересуется Барселона, Милан, Мадридский Реал. Мне кажется, вот история с поиском на крупных порталах, она тоже самая. Сразу начинаются разговоры, что ведутся переговоры с кем-то другим, там выгоднее условия. Это каждый год, заметно, начинается. Каждый год Mail.ru разговаривает о том, что что-то поиск Google или Яндекса, если он ставит Яндекс у них какой-то, он не такой. Ну, очевидно, что для Google Россия остается одним из очень интересных рынков, на которых он не смог видеть локального игрока, тем более, что Яндекс уже перестал таковым быть, стал глобальным на рынке поиска. И очевидно, что Mail.ru — это лакомый кусок. Борьба за него будет вестись, и понятно, что Mail логично ведет эту игру, лавируя, лавируя и выловируя в этом рынке поиска. Окей. Виталий, как прокомментируешь? Я думаю, что для простых людей все равно будет поиск от Google на Mail.ru, или поиск от Яндекса. То есть чистый бизнес-вопрос. Компания, да, я думаю, что это такой чистый бизнес-вопрос. Ну, хорошо, давай пойдем дальше. МВД хочет запретить анонимные электронные платежи. Вот это точно не только вопрос по бизнесу, если когда нечто подобное случится. Таким предложением выступил руководитель Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Алексей Машков. По его мнению, эта мера поможет бороться с мошенниками в сети. Виталий, твое мнение по этому поводу. Поможет бороться такая мера? Ну, мне пока непонятно, каким образом это можно запретить сделать. Очень просто. Скажу, сделать так, чтобы любой электронный кошелек был четко привязан к паспорту. Обязательно в порядке. Ну, все равно на это уйдет какое-то время, но так как, мне кажется, электронные платежи все равно сейчас такая развивающаяся тема, это только усложнит развитие электронного бизнеса. То есть это, мне кажется, какая-то отрицательная новость в этом случае. Ну, это государство. Я вот специально в листочке себе поставлю минус. Вот я думаю, что МВД теперь задумается. Да. Виктор, ты как бы комментируешь. Я даже поставлю скорее не минус, а разделить, потому что новость действительно отрицательная. Здесь два момента. Первое, то, что как-то на конференции представители WebMoney сказали, что то, что там делают Яндекс.Деньги, то, что делают другие платежные системы, которые хотят работать как раз в режиме прозрачности платежей, скажем так, их неанонимности. Это все очень важно, но всегда будет большой, огромный просто плац пользователей, для которых анонимные платежи будут необходимы. Это не обязательно мошенники, какие-то бандиты, оплата за что-то не очень законное. Просто для части людей это будет, ну, не знаю, паранойя там, не важно, как подходить. Тренд, который последняя новость связана... Ну, то есть, слушая, можно подумать, что анонимные платежи на самом деле нужны только вот бандитам и паранойкам. Нет, безусловно, это есть огромный пласт людей, которым это необходимо. Очень часто путают понятие деанонимизации платежей с... Вот правильно Виталий подметил, что если это очень сложная структура идентификации пользователей, то есть принеси паспорт, я не знаю, отпечаток руки, левой ноги, родословную бабушке, это все очень сложно. Посмотрите, то, что делают сейчас Kiwi и Visa, все очень просто, привязывается к мобильному телефону, который уже у нас априори привязан к паспорту. Все очень просто, выгодно. И, с одной стороны, вроде бы платежи проходят быстро, фактически мгновенно, с другой, есть некая идентификация. Желание МВД, оно понятно, и мне хочется потом все это разгребать, выясняя, куда ушли чьи-то деньги. Но, как всегда, у нас благими намерениями высланы на Роговат. Лучше все запретить, и тогда будет очень просто и понятно. Мне кажется, что, в общем-то, инициатива-то ясная, и она лежит четко в тренде вообще всеобщемировых инициатив. Обеление платежей таковы, потому что повсеместный мир пытается все построить такие каналы движения белых средств, которые налогооблагаемы в идеале, как в странах с работающими законодательством. Налогоблагаемы предсказуемо и дозировано, и вот все счастливые, белые, в белых штанах ходят. И в этом контексте действительно любые платежи анонимные, серые, они вопрос, а зачем тебе платить анонимно? Понятно. Другое дело, что всегда есть опаска, когда заходит в подобную сферу наводить порядок государство российское. Но об этом мы говорим постоянно в программе. Может быть, нас когда-нибудь услышат, и хоть как-то это подействует в позитивную сторону. То есть, может быть, еще один эксперт компетентный в вопросах будет привлечен в ту комиссию, которая будет принимать подобные решения. Но пока что повторюсь это слухи. Едем дальше. Сегодня начинается серия заседаний Международного союза электросвязи, на которых, возможно, будут изменены ключевые правила работы сети. Передача функций управления сетью ООН, локализация интернета, налоги на трафик пересекающихся стран и так далее. Вот помните, да, это Google протестовал, Виктор, да? А вообще вот ты как считаешь, протесты Google против вот этой вот децентрализации интернета, суть протеста была в том, что, ребята, вокзал уходит, все пропало. Сегодня вот эта конференция, этот Международный союз электросвязи может дать права локальным правительствам создавать собственные интернеты и как угодно их нарезать на кусочки и цензурировать. — Парадоксально, что даже название программы, в которой мы принимаем участие, оно как раз показывает, что есть стремление к вот такой вот сегментации, да, потому что мало кто так себя идентифицирует, как РУНЕТ, да. Ты слышишь когда-нибудь про ФРНЕТ или ЮСНЕТ или другие какие-то сегменты? УАНЕТ еще, да, я вот знаю, украинский родной мне. — Да, я, кстати, думал, есть ли такое ГЕРМОНЕТ. Тоже нет, вот, знакомые с близкими Германией. — Ну, в Заттане есть. — Ну, да, КАЗНЕТ, как раз, да. — То есть это русскоговорящее пространство, это характерно, ты считаешь? — Ну, мне кажется, что это совпало очень с выделением государств, да, на постсоветском пространстве. Это была некая такая форма идентификации. То есть должна быть футбольная сборная, уж простите, да, что поражу параллельно, и даже должен быть свой МД, АМГ и так дальше, там, ну, в зависимости от домена нет. Это такая, да, именно идентификация, связанная с языком и так далее. Мне кажется, что на слова Гугла тоже нужно смотреть через определенную призму, потому что Гугл давно уже потерял статус такого белого и пушистого стартапа, убившего монстров типа Альтовисты, а это тоже представляется в некую форму вселенского зла по одному из мнений. Поэтому, наверное, их желание тоже понятно. Им хочется, чтобы интернет был понятен для них. Понятен означает минимальное количество структур и мы управляющим. С другой стороны, ну, мне кажется, что то, что говорят, допустим, те же самые российские даже власти, о том, что интернет остается и является некой глобальной следой, тем не менее подконтрольным определенным государством, это тоже не очень хорошо. Истина где-то посередине, найдут или нет, время покажет. Окей, значит, и дальше пойдем. Microsoft обвинила сервис Google Shopping в обмане пользователей. Тоже, наверное, слышали, был такой скандал. Поисковая выдача на этом сервисе, по мнению Microsoft, стоит только из рекламных материалов. Они являются подбором релевантных ответов на запрос. А вообще, как, Виталий, ты смотришь на поиск сегодня, в частности, вот этот скандал? В курсе ты его или нет? Ну, мне нравится то, что пользователь всегда может выбирать. И когда ты ищешь автомобиль или, не знаю, что-то в интернете, что ты хочешь купить, ты можешь выбирать разные сервисы и сравнивать цену. Поэтому, в принципе, лично для меня, неважно, какой сервис является рекламным или туда попадают ссылки на товары просто так, все равно нужно как-то сравнивать это с разными ресурсами. И мне кажется, что это такая чистая какая-то пиар-война между Microsoft и Google. Возможно, это, конечно, пиар-война. Несомненно, каждый другому тычет в лицо тем, что видит в нем негативного, пытаясь обелить себя таким образом, представить белым пушистым. Но суть проблемы, в общем, все-таки тоже ясна. То есть вопрос в том, должны ли пользователи в рамках поисковых систем и разных сегментов этой поисковой системы получать естественную выдачу, как бы отфильтрованную по оптимальному критерию. То есть самое важное, самое подходящее сверху. Или туда можно внедрять с ноги рекламу в любом количестве? Ты как думаешь, Экар? Реклама должна быть реклама, должна так, соответственно, маркироваться, мне кажется. Ситуация очень похожа на то, что происходит с рынком как раз travel, онлайн-тревела. То, что у Google есть некая прям большая оппозиция. Google — это поисковая система, а всем хочется, чтобы поиск был чистым и белым. Если же это реклама, это должна быть реклама, так и должно быть написано. То есть четче нужно маркировать реклама, не реклама. Через минуту мы поговорим и проведем сравнительный анализ социальных сетей Facebook и Google+. Ну и сделаем из этого какие-либо выводы. Итак, продолжаем, друзья. 11.17 в Москве мы в прямом эфире радио «Финам.ФМ» на частоте 99.6, не сразу сдалась мне частота, или онлайн на финам.фм. Напомню, также возможность слушать нас в подкасте. Эта возможность есть у любого обладателя доступа в сеть в любом ее варианте, но проще всего это надо сделать через iTunes, например. Если вы не зашли на сайт «Финам.ФМ», то зайдите в iTunes, там найдите «Рунет сегодня» и подпишитесь на ленту. Не пропускайте ни одного выпуска, это важно. Меня зовут Максим Спиридонов, а гость этого, собственно говоря, выпуска этого обсуждения главных новостей недели Виталий Быков, гендиректор котельного агентства «Рэдкэтс», и Виктор Захарченко, директор департамента разработки компании «Кама Геймс». Коллеги, обсуждение, которое у нас будет в следующем, начну с рамочного вопроса. Вы пользуетесь Google+, Виталий? Я не пользуюсь Google+, честно тебе признаюсь. Отчего же? Но зато активно пользуюсь Facebook. Отчего же ты не пользуешься Google+. Невозможно пользоваться всем. Я еще пользуюсь ВКонтакте, и мне этого хватает в жизни. Я понял, жизнь у тебя наполненная. Да. Витя, ты? Мне приходится пользоваться Google+. Во-первых, вот они совсем недавно ввели такое требование, что на Android Market, на Google Play комментирование приложений от пользователей может быть только с аккаунтом Google+. Так что я чувствую, я скоро стану активным пользователем Google+. Но это, собственно, подтверждение ответа Виталия, что если такой необходимости нет, то смысла ломиться сейчас нет для меня лично. То есть прежде ты не делал, не вел там аккаунт, так сказать? Скажу честно, я посмотрел, когда это все запустилось, послушал восторженные возгласы о том, что Google возрождает некое явление дружбы и кругов. То есть ты определяешь, кто твои, я не знаю, должники, кто друзья по работе, кто коллеги, кто знакомые, и, собственно, разделяет эти круги. Facebook, он такой создает единый поток, то есть ты выплескиваешь на всех свои каналы. Вот здесь, да, была новая идея, были хорошие интерфейсные решения, да, что... Но они остались или они исчезли, ты говоришь так, в прошедшем времени? Я говорю именно про старт, потому что, честно скажу, вот это был мой анализ на момент выхода продукта как и такового. Но я для себя тоже не нашел аргумента для того, чтобы остаться именно в этой сети. Мне кажется, главная проблема для таких проектов в том, что, ну, не знаю, вот ВКонтакт, существование ВКонтакта, по сравнению с существованием Facebook, оно, наверное, оправданно. Есть свои некие ниши, которые забираются и вряд ли, ну, не знаю, вот музыкой там... Музыкой видео в ВКонтакте. Как-то не парадоксально, тем не менее. Это покрывает целую нишу, и есть как бы аргументация там оставаться. По поводу музыки, кстати говоря, я из них просто вспомнил. Недавно слышал байку о том, может быть, реальная ситуация, о том, что якобы совладелец и основатель Spotify это известнейший на Западе сервис облачного музыкального хостинга. То есть покупаешь доступ, и там у тебя доступ к миллионам композиций лицензированных авторских... То есть закон, находящихся в этом сервисе с точки зрения авторского права. Вот. И он приехал якобы ВКонтакте не так давно и предложил сотрудничество... Сказал, научите, научите. Нет, он сказал, что давайте сотрудничать, вот вы будете продавать, как Facebook, скажем, продает Spotify. То есть Facebook может слушать музыку через Spotify. А мне кажется, что на самом деле, ну, это вполне нормальное явление, потому что, не знаю, те, кто ВКонтакте пытается всячески очернять и говорить, что это прям пиратский бандитский сервис, у них, по-моему, вполне такой здравый, рациональный подход. Все то, что не запрещено, то разрешено, и по любому обращению правополадателей нормально, мульментированно, они, по-моему, достаточно адекватно реагируют. Возвращаясь все-таки к Google+, вот... Извини, я закончу мысль о том, что ответ ВКонтакте был такой, Spotify. У нас гораздо больше песен, поэтому идите лесом. Подрастите. Да, по поводу Google+, ну, честно скажу, вот сейчас нету в моей парадигме работы с социальными сетями, а я сейчас активный их пользователь, нету места, где, вот, зачем, зачем мне Google+. Вот сейчас появился как бы рабочий момент, да, честно говорю, но быть именно пользователем, наверное, нет. Ну, кстати, возможно, так они будут дальше появляться. У Google есть инструменты... Ну, там, поиск, кстати, недоступен только пользователям Google+. Почему нет? У Google есть инструменты включения в активную среду пользователей Google+, пользователей аккаунта Google, потому что там же на этом все висит и почта, и документы, и все что угодно. Они в этом смысле, мне кажется, еще покажут себя. Ну, а сейчас про неожиданное заявление топ-менеджера Google. Вице-президент корпорации Google Брэдли Хоровиц назвал Facebook социальной сетью прошлого. В своем выступлении на конференции «Бизнес-инсайдер» он заявил, что крупнейшая в мире социальная сеть не соответствует требованиям реального мира, поскольку не дает возможность с пользователям общаться, не вовлекая в свои беседы посторонних. В качестве положительного примера топ-менеджера IT-гиганта указал на социальную сеть Google+, которая позволяет сформировать группы друзей и общаться с каждой такой отдельно. Неудивительно, что он показал на Google+, поскольку он сам является ее руководителем. По крайней мере, непосредственно курирует это направление. В последнее время стало модно тыкать палкой в Facebook, не находите? Часто делается вполне обоснованно это. Ну, слушай, в какой-нибудь маленький проекте, который никто не знает, сложно палкой попасть. А когда вокруг тебя такое громадное наше все, чего ж не пнуть, обязательно во что-нибудь попадешь. Мне кажется, что, ну, ты задавал вопрос, Facebook стал очень большим. Facebook стал неким вторым интернетом, ну, не знаю, не вторым интернетом, а глобальным явлением. Это не просто социальная сеть, и претензии Егоровицы, мне кажется, это действительно социальная сеть в прошлом. Как социальная сеть Facebook остался в прошлом. Сейчас это уже платформа, это нечто намного большее. На тот момент, когда проект стартовал, это была хорошая, уникальная, понятная и выстрелившая идея. Сейчас Facebook нужно трансформироваться. Facebook стал публичной компанией, Facebook нужно оправдывать свои действия перед инвесторами, Facebook нужно расти обязательно, не стагнировать, не какую-то показывать ровную линию, а именно расти. Поэтому Facebook должен меняться, Facebook должен становиться чем-то большим и переходить с какой-то высшей лиги в суперлигу. Это очень сложная задача, намного проще критиковать снизу, подпинывая, где-то подбираясь с подвалов, несмотря на то, что это Google. Тем не менее, этот проект отстает очень сильно и популярности аудитории. Я смотрел статистику, даже пользователи, сотрудники Google, которых, по всей видимости, обязывают с утра прийти за эти Google+, они не так много времени проводят в сервисе. Я тебе покажу просто про статистику. Google+, по статистике, января 2012 года, пользователь проводит в среднем 3 минуты, в то время как в Twitter этот показатель составляет 21 минуту, а в Facebook 405 минут в месяц. Вот такие вот дела. А вот скажи ты, здесь мы речь ведем о том, что это чистое время в рамках сервиса, даже чем-то с каким-нибудь... Это чистое время в рамках сервиса. Потому что у того же Facebook, как ты понимаешь, очень... Для меня Facebook — это платформа. Вот платформа в том плане, что Facebook есть везде. Я пользуюсь большим количеством мобильных приложений и вижу, что я могу законнекиться в двух из трех, ну, если даже не в трех и четырех, именно через Facebook Connect. Меня не просят ни e-mail, ничего. Пожалуйста, дай связку с Facebook, и все, пользуйся. И я фактически для этих всех сервисов остаюсь пользователем Facebook, со всем моим социальным графом, предпочтениями, фотографиями и котятами в ленте. То есть это, как я не раз уже повторял, это фактически твой виртуальный альтер-эго, который можно подставлять в различные виртуальные же ситуации, вполне себе жизненные уже на сегодня. И вот вопрос. Остаюсь я в это время пользователем Facebook или же просто в нагло эксплуатирую возможности прекрасного сервиса? Виталий, как тебе Facebook, Google+, их противостояние? Мне очень нравится, что это борьба не технологии, а борьба интерактивных пользовательских инсайтов. Вот то, что Виктор рассказал про то, как он логинится с помощью Facebook, это очень классная такая потребительская форма использования Facebook-эккаунта. И, собственно, вот то, что Брэдли Хоровиц заявляет про Facebook, это немножко смешно выглядит, потому что если Google откроет какой-то новый инсайт, то Facebook ничего не стоит повторить в своей соцсети эту модель поведения потребителя. Поэтому, мне кажется, тут сейчас война идет за то, чтобы первым найти интересные пользовательские такие фишки, нужды, о которых еще мы не знаем. И как раз вот стартапы, такие как Pinterest, например, они строятся на каком-то одном инсайте, а все-таки Facebook и Google+, они должны строиться на большом количестве разных форм общения в интернете, разных форм пользования социальными сетями. Возвращаясь к посылке, извини, пожалуйста, что прерву, по поводу того, что Facebook — сеть прошлого, а Google+, таким образом, получается, сеть настоящего и будущего. Слушайте, я подумал о том, что действительно, ведь авторизация через Facebook и Twitter довольно распространенная история, а вот через Google+, я еще так навскидку-то и не встречал, наверное, даже. Не то, чтобы она реже встречается. Я просто не припомню, чтобы я видел этого. А вы как? Я тоже не помню. Интересное дело. Я тоже логиню с помощью Facebook. Это очень удобно. Межсамочек гугловский, получается, все еще. Вообще запоминание пароля — это очень сложная вещь, особенно когда ты пользуешься большим количеством сервисов. И я считаю, что это очень важная вещь для соцграфа. Как бы логиниться через одну соцсеть, через один логин и пароль во всех сервисах, которыми ты пользуешься. То есть в мировом пространстве и в локальном тоже, потому что на данном случае есть претенденты на господство в своей социальной сети, идет борьба такая. Кто станет тем владельцем, как уже сказал, виртуального альтер-эго пользователя, через который он, собственно, и будет потом представляться везде? Чуть ли не паспорт. Да, даже проще тут борьба за лояльность, потому что, в принципе, Лояльность — это предпосылка, а дальше следствие. У нас в строительстве тут нет лояльности к определенной соцсети. Если все наши друзья перейдут сейчас в Google+, и наша аудитория будет там, то мы с легкостью перейдем в эту социальную сеть. То есть выбор огромен, а можно спокойно переходить из одной соцсети в другую, не думая о том, там, люблю я Facebook или люблю я Google+. Мне, в принципе, наплевать на бренд в этом случае. В Твиттере Максим Спиридонов, который, как обычно, мы используем в рамках программы для того, чтобы вызывать вопросы по ходу движения, мы спросили, какие плюсы и минусы есть у Google+, в сравнении с Facebook. Ответ следующий. Например, единственный минус — слишком поздно он пришел. Вот поздно ли он пришел, кстати говоря, вообще, все ли упущено в Google+, если вот по этой логике смотреть, то, в общем, это слишком проблемно для его поздний приход относительно Facebook. Мне кажется, что неправильная попытка Google+, догнать Facebook. Вот Виталий тоже об этом говорил, что, ну, все равно, если Google+, что-то сейчас внедрит, Facebook, есть возможность это повторить. Да, парадигма чуть-чуть разная, и, наверное, не все прям все, потому что вот эта вот идея кругов и идея фейсбучного социального графа они немножко отличаются. Тем не менее, действительно, функционально повторить не так сложно. Google+, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, это попытка догнать Facebook в рынке социальных сетей, то есть сделать что-то такое же и стать чем-то большим в той же самой нише. Facebook сейчас строит экосистему. То, что есть у Apple, то, что будет у Facebook в ближайшее время. Три составляющие очень важной экосистемы. Это наличие своей платформы, да, API Facebook, как будто то, о чем мы сейчас говорили. Оно есть везде. Facebook присутствует незримо в очень многих сайтах внешних. Это железка. То, что у Apple очень хорошо развито, то есть наличие своего девайса. Все ждем телефон от Facebook, все ждем, возможно, даже операционную систему от Facebook, все ждем компьютер. И предложение, то есть наличие того самого набора приложений, магазина, который дается пользователям. Это замыкает, это заставляет тебя жить внутри этой экосистемы. Google Plus догоняет, пытается быть тем же самым, и пока действительно не видно, за счет чего может обойти. Есть мнение, что вообще Google Plus на сегодня, пока что для Google, это просто еще один способ рекламного механизма. Набрать социальный граф на пользователя. И пока еще он себя не показал. Ну, так ли это, посмотрим. Значит, а через небольшое время поговорим о том, куда инвестировать в интернет-проекты, куда нести деньги, собственно говоря, в венчурном бизнесе. И мы снова здесь. 11.31. Мы продолжаем разговаривать про главные новости Рунета и глобальной сети, и случившаяся за ушедшую неделю. Это Рунет сегодня, 3 декабря 2012 года. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, то есть в записи. Подписывайтесь на подкаст программы. Это можно сделать с сайта финанс.фм, либо через iTunes на Аберя. Там, собственно говоря, Рунет сегодня как ключевое слово. Меня зовут Максим Спиридонов. Гость и выпуска. Виктор Закарченко, директор департамента разработки компании Кама Геймс. И Виталий Быков, гендиректор агентства RedCats. Значит, коллеги, как вам кажется, насколько сильно нагрет сегодня рынок стартапов в Рунете и глобальность в целом, по вашим ощущениям, Виталий? Мне кажется, что какой-то бум стартапов уже прошел. И сейчас все больше появляется вдумчивых инвесторов и все больше появляется нормальных аналитиков, экономистов, которые не позволяют надувать мыльные пузыри из стартапов. Но все-таки всему этому способствует какой-то рационализм, прошлый опыт, что не все стартапы, они могут действительно выйти в жизнь, а потом еще и приносить доход. Я не очень знаком с моделью стартапов, но мне кажется, что основная модель за прошедшие пять лет была такая, что сделать красивую картинку из компании, перепродать каким-то новым инвесторам и заработать именно на перепродаже. Хотелось бы, наверное, видеть какую-то такую честную модель, когда вкладываются деньги в компанию, а она начинает зарабатывать и приносить какие-то дивиденды. Есть такое движение в этом управлении? Вот мне кажется, что сейчас как раз такое движение, что инвесторы все-таки задумываются уже о том, как просчитать бизнес-модель. То есть они инвестируют не в картинку, а в бизнес уже? Да. Окей. Кстати говоря, хорошее в этом смысле замечание слышал недавно в духе того, что стартапер перестает быть стартапером, становится бизнесменом после того, как перестает думать об инвестициях и начинает думать о продажах собственного проекта. Витя, ты как смотришь на ситуацию? Ой, я на самом деле, ну честно скажу, не являюсь представителем, да, то есть понять мозги именно инвесторов, можно сколько угодно рассудить об этом, да, но можно смотреть только со стороны, потому что инвестирование и в интернет-компании, и вообще это отдельная ниша, требующая определенного склада ума и знаний, безусловно. Если же говорить про ситуацию, то у меня есть такой очень хороший знакомый, Денис Довгополы, который очень известный человек как раз в индустрии интернет-предпринимательства на Украине. Вот он говорит, что как только человек перестает думать, что он стартапер, а начинает думать, что он предприниматель, тогда начинается бизнес. Вот в России вот это стартаперство, это, ну, простите, это есть такое еще тоже слово хипстерство, да, это такая вот модная книжка, модная история, Малискин, ноутбук, я не знаю. Макбук. Да, Макбук, конечно. Айфон. Айфон еще там, ну, есть некий еще набор атрибутов, которые вот... Камбоджийский молотый кофе. Да, где-нибудь сидя в определенном, в определенном только баре, да, обязательно ходить в Digital October. Набор вот этого вот стартаперства, то есть модно быть стартапером. Чем ты занимаешься? Да я, в принципе, нигде не работаю, я стартапер, вот. Нету ни идеи... Или пиар-менеджер. Или пиар-менеджер, да. Я пиар-менеджер, я не хочу ничего делать. Еще хорошая есть должность, директор по развитию, она может начать все, что угодно, или ничего. Да. Ну, то есть, ты не склонен считать, что сейчас есть тренд какой-то в выходу, в выходу из этого состояния? Да нет, это совсем другая составляющая. Я про то, что, ну, во-первых, у нас само понятие стартаперства в России, оно, к сожалению, у нас еще нет культуры интернет-предпринимательства, то есть это не про бизнес, это про идеи, ребят, которых... Сейчас очень-очень легкие, как ты, наверное, можете оба заметить, что есть очень легкая возможность выхода на рынок. Вспомните, летом, наверное, 10 назад создать сайт какой-нибудь, ты шел на какой-нибудь народ.ру, там, собирал какие-то темплейты и запускал. Сейчас есть куча облачных хостингов, куча API. Обладая, ну, одним хорошим разработчиком, толковым, даже не гениальным, хорошим разработчиком, ты за, там, за две недели делаешь мешап. Все вот эти вот хакатлоны и, скажем так, вот эти вот короткие, да, стартап-сессии, когда там, типа, у вас месяц, запустите новый проект на нашем API. Это позволяет очень быстро сделать продукт, и там может быть хорошая идея. Да, ее очень легко повторить. Мы вот говорили про Google. Крупного игрока, это когда он замечает, что-то интересный тренд, он просто повторяет за 30 секунд, по большому счету. Тем не менее, выход очень легкий. Запустить проект, его анонсировать, а еще более того, сделать красивую презентацию в PowerPoint, это не так сложно. Поэтому в данный момент очень много предложения. Спрос, который чуть раньше, был больше спроса, чем предложения. И в России, это, наверное, может быть, даже год назад, очень много компаний, очень много известных фондов говорили о том, что мы не видим хороших стартапов, мы готовы нести деньги, да. Вот и сейчас так. Очень много людей занесли большое количество денег. Говорят, глупых денег, да, там, я не знаю, из нефтяного бизнеса откуда-то, но они управляются нормальными, адекватными фондами, которые это все делают. Вот посмотрите примеры, ну, я не знаю, вот недавняя новость, фонд Игоря Мацанюка получил 75 миллионов, как раз на управление. Людям, которые компетентны в интернет-бизнесе, доверяют деньги на то, чтобы инвестировать. Это вполне нормальная модель. То же самое Юрий Миллер, это уже человек, бренд на мировом рынке, как инвестор. Люди отдают ему деньги под управление, под инвестирование. То, что сейчас немножко меняется модель, там, на самом деле, в шоу Нотск выпуску была хорошая ссылка на публикацию у Алекса Москалюка, который работает в Facebook, по-моему, в данный момент, если не ошибаюсь. Вот. Человек, который понимает индустрию изнутри, и там было очень сравнение с одной стороны стартапер, с другой стороны инвестфондов. И там была речь как раз о том, что сейчас немножко меняется парадигма инвестирования. Сейчас для того, чтобы... Деньги портят. Деньги действительно портят. Давай не забегай вперед. Давай послушаем сначала о том, что интернет-предпринимателям решили давать поменьше денег. Интернет-предпринимателя Юрий Миллер вместе с несколькими партнерами основал венчурный фонд YCVC. Новая организация будет финансировать стартапы в рамках американского бизнес-инкубатора Y Combinator. Как заявлено в пресс-релизе, YCVC планирует вкладывать не более 80 тысяч долларов в один отдельно взятый проект. Кроме того, еще 20 тысяч долларов стартапы могут получить от каждого из участников фонда. Поправлю свою коллегу. Y Combinator, конечно. Или Combinator, если хотите. Значит, новый фонд, добавлю я еще, придет на смену основанному два года назад фонду StartFond, который выделял стартаперам по 150 тысяч долларов, то есть заметно больше, почти два раза. снижение планки финансирования до 80 тысяч долларов в пресс-релизе Y Combinator объясняется негативным опытом предыдущих инвестиций, который показал, что 150 тысяч является слишком крупной суммой для нового проекта. Большая сумма может привести к спорам между основателями стартапа, особенно в том случае, если проекту не удается привлечь дальнейшие инвестиции. Как вы думаете, симптоматичен подобный шаг? Реально интернет-стартапы, можно сказать, зажрались? Виталий. Я вообще считаю, что любое предпринимательство, оно должно проходить этап, когда у тебя нет денег и есть какая-то финансовая потребность, потому что, в принципе, в экономике, если вы сталкивались с экономической теорией и вообще с крупными компаниями, которые открывают дочерние компании, то наблюдается такой часто элемент, когда дочерние компании не выживают, если материнская компания переживает кризис, потому что предприниматели, лидеры, которые в дочерней компании получили финансы и застрахованы от рисков, они не пережили вот этот вот первый стрессовый период, когда тебе надо накапливать капитал. И я думаю, что это очень позитивно, что на стартап выделяется немного денег. Тогда лидерам приходится мобилизировать все свои усилия для того, чтобы сделать стартап выгодным, интересным и капитализировать его не за счет уже вложенных денег, а за счет своей работы. То есть, иными словами, креативность по-настоящему не зажигается в условиях избытка средств? Ну, тут сложно говорить про креативность, я вообще не знаю, что такое креативность. Тут надо говорить про... Способность генерировать идеи нетривиального характера. Это предпринимательские способности, это стратегическое мышление. Вот нужно развивать, наверное, такие навыки у молодых стартапщиков, чем давать им какой-то приятный, приятный комфортный бизнес, который через три года закроется, потому что он просто не генерирует доход. Ты очень четко подметил, прям попал в типичную ловушку, извини, про креативность. Идея вообще ничто, идея не стоит ни копейки, стоит ее реализация воплощением. То есть, можно придумать реально очень клевую вещь, прям вот нужную рынку, все придут, посмотрят, скажут, блин, мы все дураки, мы не видели этого, это же гениально, это нужно делать. Но сделай, возьми и сделай. Есть очевидные вещи, есть ресурсы Google, и есть Google+. Не, не, Витя, я не попал в ловушку, я это прекрасно знаю, уж ты так же знаешь, что я не раз ходил по этому пути, делая те или иные стартапы и новые проекты. Я знаю, что идеи еще не стоят, я сам об этом повторяю постоянно на разных мероприятиях. Не знаю, нам платят за идеи. Не знаю, как вам. А сейчас отдельно об этом поговорим. Вы занимаете продажи идей за деньги, вы не строите. Я, говоря креативности, я имею в виду следующее, способность предпринимателя в условиях меняющейся ситуации, постоянно меняющейся, вопреки его предположениям и бизнес-планам, снова и снова генерить новые пути, новые предположения. Это бизнес-креативность, скорее так, да. Креативность плюс устойчивость, способность держать удар, все это в комплексе. Вот я об этом говорю. Потому что, когда у него избыток средств, действительно, ну как бы, вот у нас пришла рекламная кампания и не получили нужных показателей, не пришло нужное количество пользователей. Что мы делаем? В условиях, когда у нас нет денег, мы хватаемся за голову в ужасе. И потом, если мы сильны, как предприниматели, мы начинаем собираться и искать пути. Вот тут и появляется креативность. Да-да-да, я согласен. Я тоже к этому веду. И получается, что в итоге я эту тему озвучил. Должен быть голодным, должен быть состояние подтянутого пояса. И тогда, вот в ситуации прохода через стрессы, обтачивание продукта реальностью и возникает какая-то настоящая. Закалка. Закалка с одной стороны предпринимателя, с другой стороны закалка продукта и его вот такой вот... Стрессоустойчивость. Как река обтачивает камни. Они принимают ту форму постепенно, которая вот именно здесь эргономически обусловлена. Ну, вот мне кажется, это ключевой момент, то, что действительно, когда переходы из состояния стартапера, комфортно сидящего, попивающего кофе и знающего, что есть еще там три месяца, неважно, полгода, два года, когда инвестиционные деньги закончатся. Это одна история. Когда есть очень простой ответ о том, что если ты можешь не привлекать инвестиции, не привлекай их. Это тебе... И, во-первых, вот то самое ощущение того, что ты сам борешься раз и, во-вторых, ну, элементарно не размыв долю в компании на начальном этапе, она будет дороже стоить и принадлежать тебе в последующем. Посмотрите на ситуацию, которая есть сейчас в ВКонтакте. ВКонтакте отбивается от попыток и любых инсинуаций, там, ну, даже не здесь со стороны Mail.ru, а вообще на любые темы по поводу того, что Mail.ru получит большую долю. ВКонтакте сумел сохранить контроль и, в принципе, каждый раз повторяет, что мы не отдадим, мы это наша компания и мы будем ею управлять. Mail.ru Ну, я далеко не единственная в этом смысле. Я вот еще хочу сказать, у нас осталось немного времени совсем. Ты упомянул исследование, которым писал Алекс Маскалюк, известный предприниматель украинского происхождения, живущий в Украине, в Америке, пардон, он говорил о исследовании Wall Street Journal, где было сказано, даже так, это было опубликовано в Wall Street Journal, а исследование это Dow Jones Venture Source, согласно которому объем средств, сложенных в консюмерские интернет-компании упал на 42%. Значит, что это означает? То есть, в пользователи, в пользовательские проекты стали меньше инвестировать, стали меньше верить. То есть, якобы уже все Facebook, все там Twitter и прочее созданы, и теперь нужно инвестировать в корпоративные проекты, в Enterprise Soft. Так ли это, как вы считаете? Я вот могу заметить такую интересную вещь. У меня так получается, что периодически я тусуюсь в стартап конференциях и вижу эту составляющую российского интернет-предпринимательства и нахожусь на стороне рекламы больше. Я вот могу сказать, что в последнее время идея рекламистов заключается в том, что корпоративные бренды должны давать какую-то пользу потребителю. И часто компании рекламные, которые мы делаем, мы финансируем за счет брендов какие-то стартапы интересные. Окей. После небольшой паузы мы снова в который раз уже поговорим о том, чем живет и дышит новорожденный ребенок Роскомнадзора реестр запрещенных сайтов. Ну что ж, продолжаем. У нас еще одна новость, которую мы вынесли в обсуждение среди главных новостей. Нам показалось, что она достойна подробного обсуждения. Да. Самое интересное, что не работает твой микрофон. А, ну иначе. Вот. Виталий сказал, что самое интересное обсуждение в перерывах. Можно, как модно говорить в общем о монетизации в интернет-среде. Вот можно монетизировать программу «Урнет сегодня» отчет того, что продавать подписку на обсуждение за эфиром во время рекламных блоков. Причем продавать тем, кто участвует в обсуждении. Это будет намного выгоднее и дороже. Сейчас работает. Можно еще места продавать в студиях, скажут. У нас есть несколько человек, можно посадить. Очень дорого. Очень круто. Коллеги, это программа «Урнет сегодня» от 3 декабря от 2012 года. Вы слушаете нас на 99.6 в Москве либо онлайн на финанс.фм. Меня зовут Максим Спиридонов. Гости упуска. Неизменно. Я им не продавал места, они пришли сами. Бесплатно. Это были последние бесплатные места. Виталий Быков, гендиректор агентства RedCats и Виктор Захарченко, директор департамента разработки компании Kama Games. Коллеги, как ваши ощущения, это подходя к следующей новости, насколько за месяц работы, первый месяц работы, вызовавший активное обсуждение реестра запрещенных сайтов повлиял на Рунет. Виталий. А у меня работает микрофон? Раз-раз. Да, работает. Отлично. Но на меня это никак не подействовало. Но мне интересно то, что сегодня мы очень много новостей обсуждаем, которые так или иначе связаны с цензурой. И это какой-то такой интересный тренд, что госорганы какие-то союзы международные стараются как-то контролировать поток информации. Я здесь ставлю просто шутку, которая ходила лет семь назад, кажется, о том, что когда это был еще, Рунет был такой, знаешь, замкнутой средой для интернетчиков, так называемых тогда, то есть такая была очень типа элитарная тусовка. И вот ходила шутка в духе того, что вот я чувствую, что рано или поздно кто-то ведь узнает как-то правительство российское про интернет, сдаст какая-нибудь крыса. Вот нас, похоже, сдали, и теперь уже нами занимаются МВД и международный союз электросвязи, в общем, мы все. Ну, они пытаются навести порядок, потому что, ну, с их точки зрения сейчас некая анархия царит. Непонятно. Ну, глядя на то, как контролируют интернет в Китае, люди сильно от этого хуже себя не чувствуют. То есть страданий прям и народных волнений по этому поводу я не вижу в других странах. И мне кажется, что... Ну, это спор насчет Китая, кстати говоря. Ладно, более того, рождаемость в Китае нормальная из-за этого, что интернет цензурируется. Меньше люди зят в интернете. Меньше будешь в интернете, здоровее будут дети. Есть же такая пословица старая. Вот, я тоже, кстати, продолжу по поводу, извините, шутку вспомню, да, по новогоднюю, когда мальчик говорит Дедушке Морозу, что я знаю, что ты хорошим девочкам накопились. Я, честно говоря, тоже как-то, ну, наверное, не по тем сайтам хожу, как-то не сталкивался с ситуацией с тем, что вот что-то попало под запрет. Конечно, вызвало много эмоций то, что было связано с Луркмором, то, что было там с Гуглом. Когда закрывали их, да? Да, мне кажется, что здесь на самом деле сам факт появления этого списка, он уже априори, как бы, это уже негативная история. То есть, здесь уже белым и пушистым не будешь в любом случае. Это цензурирование, как бы то ни было. С другой стороны, мне кажется, слишком уж подходит однобоко к ситуации с тем, что это плохо. Очевидно, что есть как бы черное, есть белое. Есть белые светлые ресурсы, ну, там, я не знаю, типа Финам.фм, да, сайты. Ну, к примеру, да. Очевидно, что это, скажем, это медиаресурс, понятно, там, есть какие-то вот прям черные ресурсы, я не знаю, там, сайты, посвященные, концентрирующие аудиторию там, детских, самое интересное, то, что находится где-то вот прям посередине, где-то самая грань, запрещенности или нет, потому что... Все остальное между Финам.фм и сайтами про детскую порнографию. Все остальные сайты. Я обозначил полюса интернета. Да, я понял. Вот. На самом деле, так оно и есть, то, что вот критерии того, что это плохое, запрещать, не запрещать, это как вот из года в год идет обсуждение по поводу Лолиты Набокова, да, что это такое, куда это относить, это вот прям очень плохо и нельзя, чтобы ее читали, потому что посвящено растлению малолетних, либо же это произведение искусства, которое ценит весь мир. Есть много взглядов на любой вопрос и на любой также сайт. Конечно, то, что, ну, с Гуглом, это был ляп, то, что в итоге блокировали неопределенный там блок, который есть от целой. Я скажу, слушайте, блокировали часть сервиса Гугл-картинки, блокировали Ютуб отчасти, кажется, даже, ну так, ненадолго. Чтобы наверняка покрыть ковровую имбродировку. Чуть-чуть заблокировали. Сейчас все кидайте, послушаем весть из полей борьбы за онлайн-чистоту нравственности. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров признал, что его ведомство пока не справляется с задачей введения реестра сайтов, запрещенной к распространению информации. Он объяснил ошибки в работе системы высокой нагрузкой и недостаточно испытанным программным обеспечением. Как сообщает газета ведомости, Роскомнадзор предложил Российской ассоциации электронных коммуникаций присоединиться к работе над черным списком сайтов. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании ассоциации. Ну а дальше, как будет ситуация, по вашему мнению? Ну вот, мы находимся уже в ситуации, когда запалили нас, крыса сдала, уже говорилось выше, введен этот реестр запрещенных сайтов, вот он месяц отработал. В целом, констатировал Роскомнадзор, что как-то не справляется он, потому что не хватает, очевидно, компетенции по каким-то, кстати говоря, не очень ведомым мне причинам, потому что, в общем-то, особо не нужно быть семипядей во лбу, чтобы отличить сайт с наличием детской порнографии и агитации за суицид или отсутствием, потому что, в общем, главное, с чем борются, это наркотики, суицид и пропаганда суицида и детская порнография. Ну вот, тем не менее, не справляются. Как будет взывать ситуация дальше? Ваш прогноз. Ну смотри, я задам тебе простой вопрос. Ты сам, вот лично ты, как человек, известный в Рунете, как авторитетная личность, готов войти в какой-нибудь экспертный совет, который поможет эту проблему решить? Потому что очень много критики, действительно, часто обоснованной, ну где конструктив? То есть, мне кажется... Я скажу тебе, я тебе отвечу, я нет, я не готов, потому что я занят собственными проектами в интернете, но я плачу членские взносы одной из своих компаний, Нотолог, если будет точнее, школа тратмартинга, в РАЭК, Российской ассоциации электронных коммуникаций, которая, собственно говоря, и мои интересы представляет вот там. Она, кстати говоря, вроде как и привлечена к этой истории. Я надеюсь, мы говорим про набор методик, а не про то, как отличить хорошие сайты от вредных. И вот в этой ситуации мне кажется, что должна существовать цензура, просто у этой цензуры должны быть методики. Мы все, наверное, тут знаем про сеть Тор, где действительно распространяются наркотики и детская порнография, и не только это. Подожди, а что я не знаю, что это такое? Я тоже хотел с тобой вопросить. Мы все знаем. А, ну тогда все, тогда я прекращаю эфир. Я, может быть, сказал мне что-то лишнее. На самом деле, в эфире к нам FM прозвучало неправильное название, поэтому я чувствую, вот вы сейчас с полюса, с верхнего туда же. Ну давайте я вам скажу, есть просто браузер Тор, который скрывает ваш айпишник, и там есть сайты по определенным ссылкам, которые не открыты в общем доступе, где идет свободный обмен наркотиками, оборудование для приготовления наркотиков. Сейчас это свернем, потому что мы реально сейчас начнем пропагандировать это дело. Да, давайте пропагандировать. Давай не будем. Но я хотел сказать, что меня это беспокоит, потому что я как бы этому переживаю. У меня есть ребенок, и у меня есть какие-то такие родительские беспокойства. и они связаны в том числе с интернетом, и я тоже думаю о том, как оградить в будущем ребенка. А сколько ребенка-то ему сейчас? Полтора года. А, то есть пока еще беспокойства такие гипотетические. Да, но они гипотетические, но на самом деле, когда я вижу вот уродов в интернете, которые... Ну, сейчас сложно подбирать слова нематерные. Ну, в общем, я думаю, что цензура хороша, когда у нее есть прозрачная основа, понятная для большинства населения страны. Окей. Вот добавлю к тому, что было сказано выше в новости, в частности. Мы, собственно, обсуждаем, что Роскомнадзор сказал, что месяц отработал и не очень справляется. Николай Никифоров, это, как известно, министр связи, заявил, что до конца года будет сформирована некоммерческая организация из представителей интернет-отрасли, которая будет контролировать работу и реестра запрещенных сайтов. Необходимо создать, дали цитата, некое некоммерческое партнерство, которое могло бы в перспективе взять на себя пункции оператора и быть некой площадкой, на которой сами представители отрасли и их эксперты могли бы обсуждать достаточно сложный клубок проблем, связанный с правоприменением. Ну и так далее, в общем. Вот снова вопрос. Кто должен заниматься этим государством или некая структура некоммерческая? Вот мы не успели обсудить в новостях, которые были в первой части, то, что Антон Борисович Носик ушел из Субмедиа. Теперь некому этим заниматься. Да, но я к тому, что вот можно было бы привлечь человека, который действительно очень много знает о Рунете. На самом деле, я вас разомнился с Виталием, можно на кого угодно это редить, не знаю, давайте позовем, как, я опять к футболу возвращаюсь, там, зарубежных судей, которые судят ключевые матчи, давайте позовем шведских экспертов или китайских, они уж точно разбираются. Главное, чтобы это было всем понятно и прозрачно. Я, допустим, не ожидал, что все будет гладко. Очень хорошо, что Роскомнадзор признает, что есть проблемы, не пытается от них отнекиваться и не говорить, что вы сами ничего не понимаете, мы все делаем правильно. Проблемы есть, это очевидно, и система заработает, как ты говорил про воду и камень, она через какое-то время просто станет лучше. Не нужно обточиться. Да, ей нужно обточиться, и здесь просто-напросто должно быть понимание со всех сторон и фидбэк нормальный, не в духе критики, а гульной, что это плохо, как явление, как таковое, а в плане того, как ее сделать, систему лучше, прозрачнее, понятнее для всех. Это решит много проблем. Может быть, использовать тот же краудсорсинг для отбора вредоносных сайтов, но это нужно придумать технически, как сделать так, чтобы люди в России голосовали за эти сайты, и была какая-то такая система. Как вариант. Снова прощусь твиттеру коротко. Мы о нем было подзабыли. В твиттере Максим Спиридонов мы постоянно задаем вопросы. Каждая новость по одному вопросу. Сейчас спросили, по какому принципу должна быть сформирована организация, которая будет контролировать работу черного списка сайтов. Опять-таки кто, да? Вот один из ответов таков, например, на паритете государства с отраслью, чтобы был баланс как гарантия защиты от произвола друг друга. Возможно такая конструкция, как вы считаете? Гипотетически, конечно, хочется, как турновесить государство кем-то. А мы не можем сказать, что РАЭК является такой уже структурой по определению? То есть как баланс государства? Мы можем надеяться на это. С тобой как люди, понимающие как устроен РАЭК и как его роль в отрасле. Не, ну очевидно, что как бы некомерческой организации домоклов меч карающий давать не совсем правильно, но как раз то, что касается компетенции и экспертной оценки, почему нет? Мне кажется, очень здраво. Ну то есть в идеале, снова возвращаясь к нашей корневой теме обсуждения. Главное, чтобы они слышали друг друга внутри себя, да, то есть чтобы... В идеале должна быть государственная структура и какая-то некоммерческая структура, некая вот организация, которая независима от государства и она балансирует, уравновешивает вот это вот, может быть, не всегда скорую на расправу государственную руку, вот так вот скажу, да? Ну, как вариант, да, вполне может быть. Мне кажется, что на самом деле еще очень мало времени прошло, чтобы делать такие прям выводы о том, что это провальный проект или что-либо в этом роде. Все те, кого там незаконно, ну, в смысле, неоправданно прибили, закрыли доступ, всех же открыли, если я не ошибаюсь. Включая, кстати, какой-нибудь, например, RootRaker, с которым есть вопросы действительно по правым моментам, тот же самый Lugmo, тоже там есть вопросы действительно, ну, такие как бы с кариетического характера. Ну, это очень... Всех открыли, да? Помните, был там какой-то результат сайфолдера, когда его закрывали, а потом там чуть ли не на уровне правительства сказали открыть, потому что нужен... Не все... Потому что мы файлы меняем через этот фондер сказали правительство. Вот, что-то в этом духе нету по большинству этих ресурсов разночного ответа. Хорошо, коллеги, пора заканчивать. Осталось буквально несколько секунд. Напомню, что это была программа RootRaker сегодня от 3 декабря 2012 года. Каждый понедельник мы выходим на 99,6 в Москве. Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас. Всего доброго. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова